О жизни и творчестве Эдит Пиаф были и фильмы, и спектакли. Мелодрама прочно переплелась с биографией великой певицы. В начале весны в Нарву приезжала Алена Беккулова со своим спектаклем-концертом о жизни великой француженки. Жизнь в розовом цвете. До этого спектакля Алена украшала собой различные театральные постановки и сериалы. Так хочется узнать, как ей помогают эти работы сегодня. На самом деле, конечно, театральная сцена и кино — это совершенно разные вещи. Не могу сказать, что кино помогает мне в моей театральной творческой жизни. Скорее, наоборот, театральная школа, если сохранять хорошую сценическую форму, это будет помогать хорошо играть в кино, мне кажется, так. И там, и там есть свои нюансы, но кино — это всё-таки статичная картинка, это очень тонкая оценка, чёткий взгляд, поворот лица. А сцена — это, конечно, большие мазки, это более эмоционально, более мощно. В кино редко можно себе такое позволить. В любой биографической постановке интересно увидеть, как переплетаются души автора и героя, как и почему переживания одного становятся жизнью другого. Это моя первая работа как автора сценария и как режиссёра. И это был отчаянный и смелый шаг, потому что я долго не могла найти человека. Ну, то есть не то, что не могла найти, а я думала, кто бы мог, помог мне написать сценарий. И я понимала, что, наверное, надо самой сначала какие-то материалы подготовить, уже человеку объяснить, и он потом напишет. Но когда я открыла книгу и попробовала собирать материал, я поняла, что почему бы мне самой не попробовать сценарий написать. И так, собственно говоря, и получилось. И сейчас я поделюсь секретом, что я уже готовлю новый моноспектакль и пишу сценарий. И он гораздо сложнее, потому что там, может быть, нет такой страсти, такого юмора у той женщины, о которой я хочу рассказать. И мне поэтому ещё более интересно. И мне кажется, знаете, это такой вообще хороший повод понять то, что на самом деле человек может всё. Вот стоит только шагнуть смело, дерзать, пробовать, да, и не бояться каких-то своих вот таких сердечных позоров к тому, чтобы что-то совершить. Вот. Что касается пиаф, ну, конечно, правда, в двух словах практически невозможно, но самое главное — это то, что это спектакль о любви и о том, как женщина ищет эту любовь и как она озаряет человеческую жизнь. Моментами я как бы копирую пиаф, даже там манеру, там что-то там, движение, голос, а местами я как бы рассказываю от себя, но показываю её внутренний мир, как она плачет, как она, как девчонка озарничает, да. То есть мы видим один её облик, и нам очень сложно представить весь богатый её внутренний мир. И мне кажется, что этот спектакль, он как раз-таки это показывает. Ну, и ещё как бы главный момент, который, мне кажется, о котором мало говорят и о котором мало озвучивают, это то, что она была верующим человеком. И то, что эта вера ей действительно во многом помогала и спасала в трудные минуты. Красивая женщина, прекрасная актриса в этот день не оставила равнодушных в зале. Зрители остались. Спектакль поехал дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова